Я забираю в облаке рая на миллионы лет Неосторожно скот набираю и выбираю свет Смотрите продолжение в следующей серии Продолжение следует... 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 вот это я нашла в доме когда мы прибирались был еще такой один как бы губчатый но он плохой вот тут у меня получилось прилипало к столбе и у нас еще есть три валика которые помнишь мы когда гуляли с алифтиной нашли в лесу так что с валиками у нас как раз все хорошо ну и славу вот и самое главное посмотри насколько быстрее получается и не болит локоть ну отлично прям быстрее намного правда давай леночка я на тебя надеюсь на тебя вся надежда потому что уже темнеет уже все уже не получается на в работе пока мы сидим за компьютерами пока пьем кофе день уже к закату отказать ну понятно работа есть работа а я тоже вот я ночью сегодня встал четыре часа села компьютер накидал рыбу лег спать а в дом пол девятого встал и начал излагать то что пришло ночью в голову так что у нас это работа до круглосуточные и это лекция по гипербореи выходит из своих рамок ну да у меня не получается писать об одной только гипербореи я все-таки готовлюсь да хуже хуже да у меня опять просто сложилась система вот я принципе об этом уже много раз говорил но опять придется сказать потому что она хорошо улеглось а ну у сам у самого в голове систематизировалась понимаешь это то что касается именно возникновение исторических мифов поэтому все равно будем об этом говорить потому что гиперборея это такая тема которая вся сплошь одна мифическая вот дошла очереди до сеней я все ждал когда мы сегодня будем поднимать мне кажется что они очень сильно мешают дому что-то встает на место больше садится тем больше начинаешь доски что-то 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 Уходим сюда опять. да нет нет он так она и торчала все ну я так понимаю что надо потихонечку здесь на 5 сантиметров а потом переставляться на ту сторону и там потихонечку тогда может быть а так она будет выламывать до и 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 вот головоломка так головоломка все и Продолжение следует... Продолжение следует... Да, и здесь понемножку поднимать, тоже фиксировать. Но, по большому счету, я так думаю, что вот этот угол опущен сильно, это большой роли не играет. Потому что наоборот, как бы, он здесь разгружает вот сочленение, вот этот опустившийся угол. Гораздо хуже вот именно с той стороны, где сени примыкают к дому, и где балки опустились вниз, провисли. Вот там-то главная проблема, наверное. Продолжение следует... Продолжение следует... Это опалубка трещит. Это нормально. Продолжение следует... 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 тебе домкрат не нужен ты так дом подымать клиними все извлекать этот городок сейчас закручу пить чем-то сейчас поднять чтобы сделать ломкой сутунки в больнице знаю сколько всего и не только из пустых используемых но и целых которые явно утилизировали под крыльцом там целую кучу ампу запаянных за сараями там тоже кучу нашел переставить его на другую сторону и 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok это вот настолько ушел он в грунт или он так и был задуман да нет не задуман на камнях был а где камни то вот под углом есть вот домк раз стоит на камнях что мы не пришли к вам до сих пор приходите ой а вот сделай будет красиво все это ходите сейчас отпотела камера вот вы все знаете про нас мы смотрим передачи а как вас зовут скажите пожалуйста а фамилии копосова отлично меня зовут елена мы действительно восстанавливаем дом с удрами а вот девушки приехали восстанавливать библиотеку во главе с николаем кудриным который куда-то сбежал вы знаете по идее мы наверное тоже должны бы в этом поучаствовать но вы нас простите из-за того что мы восстанавливаем еще один культурный объект с удрами можно можно вам предложить когда вы закончите ремонт пригласите нас в гости андреевич вам что-нибудь интересное расскажу приходите ладно мы тогда ждем я с ними согласен потому что сегодня мы сделали еще одно открытие ну ка мы выяснили еще одну часть конструкции этого дома утраченную безвозвратно в общем то да ты чё да короче вот это угла вообще не было изначально здесь была терраса внутренняя ты чё скорее всего с колоночкой вот вельске таких домов очень много сохранилось да 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 вот этот угол весь новодельный смотри вот вот это вот обрез вот он сохранился с тех пор вот это вот до сюда идет бревна старинные вот эти которые слева от тебя нет вот эти вот эти вот вот эти а вот этот вот этот вот здесь был угол все а здесь начиналась терраса терраса с колонной центральное крыльцо было и вот здесь парадный ход был на террасу понимаешь ну а зачем вы думаете тогда это самое пристроили такой большой двор вон анатолий говорит он был аж вон до там в два еще такой же длиной как этот дом потому что из назначение дома изменилось раньше здесь купчиха жила а а потом это стал народный дом и думаешь и пристроили из-за этого двор для к для коровы там для всего прочего нет он был изначально но наверное был не таким нет лестница у нас знаете где идет вдоль этого вот это синяя дверь где вы выпиливали порог да и вот вдоль этой синей двери шла лестница там есть след от этого так этом но это известно вот вы думаете прямо из дома шла знаешь как посмотри посмотри менялись менялись запросы на людей скотину до этого не держали потом пришло жизнь оставил да потом пришлось сказать скотину дерутся что что-то другое а изначально он был совершенно городской дом вот здесь был вход по лестнице поднимаешься терраса с колонной до с перельцами центральный вход и как правило за входом начиналась лестница наверх техдансер оценит дом построен по классической схеме от античных храмов потому что вот это этот мезонин выходящий на три стороны у него не хватает только четвертой стороны реально не хватает а сверху над ними еще должен быть барабан с круг с куполом и был бы храм вы не замеряли система такая дева еще и строительство было замеряли уже переводили систему вот не дошло до того чтобы перевести в цифры даже вот современном как бы считая кубатуру все равно дерево пилится на 6 метров не на 5 удобнее бы как бы по метрической разделить на 5 удобнее но все равно пилим на 6 это тоже как бы отголоски того мне докажется конечно дюжинами мерили дюжина это вот два раза по 6 дюжина два раза по 6 конечно а ну да это же 12 точно а пол дюжины ну да дюжинами до получается а два это сколько дю от дюжины есть такой 2 2 метра сожжение получается да сожжение 2 с копейками сожжение но это так говорят теперь каждого хозяина мерили но я думаю что это вряд ли конечно тут и были бы были конечно стандарты даже если бы не просто должны быть слушай сохранился еще указ тимура тамерлана о том чтобы не мухлевали торговцы тканями чтобы рашин был одинаковый у всех а то ты на одном рынке приходишь у тебя рашин такой на другой приходишь цена за рашин такая же она машин друг у нас деревня ширина полозьев у дровней наша деревня такая у тебя не точно такая же не на миллиметр не меняется и во всей округе ширина дровней всегда была одна и та же как договаривались чего-то установил тогда тоже и не помню а что ширина дровней у всех в каждой деревне одинаково полозе а жена полозе одинаково это бежит калия чтобы одинаково было а это стандарты государственные потому что ведь ямская служба устанавливалась государственными указами возможно просто и калия тоже есть мастер один делает такую ширину другой другую я сам себе хозяин и тоже тоже возможно ну зато просторно осталось адрес чего двери убрать все большие убери Это всегда закажется, когда беременет, всегда кажется, что это прием большой. Пока чайник не пить, пока вода наливается. Знаете, что хотим вас сейчас спросить, пока вы будете чай пить? Я вот тут позавчера ночью спала и думала, Вы нам хотя бы пальцем покажите, как нам делать пол. Получает, что половые лаги надо ставить на стойки. Это опять надо кучу площадок лить. Если они не будут закреплены в стены. Да, да, все равно. Обязательно. А как в воздухе их не повесишь, тебя же через два метра? Нет, понятно. Надо как бы до морозов залить, что потом собирать все палки можно всю зиму. Просто их это сжало, сжало их просто. Сжимает его, конечно, туда. Нажимает. Туда. Туда его отжимает. Ага. Пилите его, поставь по размеру, какой надо. Да, да, да. Тут много, тогда не надо. Немножко лучше пять уголок. Думаю, если человек еще раз переставить. Да, пошел подливать. Тащит верх туда. Пишите его. Это все. Тащит арбит. Ухо. Ухо. Ухо, не олилик. Кукану. Кукану. Надо это снимать Снимать Пускай я его Мы сюда что-то вытираем Сюда Стоп! Лазерный уровень Такой Лазерный уровень Такой Лазерный уровень Немножко получается А? Сюда Лазерный уровень Лазерный уровень Лазерный уровень Где вот эта точка Поднимать то будем У нас еще места хватает У нас сейчас Вровень Все три окна Стоят по этому По уровню Уже 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 Что-то сыпется Пена Пена Управляется Ну на той стороне Совершенно верно Уже 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 По-моему Низ стены Уже 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 Сюда Уже 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 Играет музыка. Все, Сергей, выпить ее просто, вижу, она наклонилась, просто туда вдарить, сюда, от себя туда вдарь, поверху. Она не до тепла, но она как-то тепло поддерживает, но... Не до тепла? Сейчас охладит от нее, ворот, все тепло выносит из дома. Конечно, я оставил его, но через день. Я сидел еще по дому, разлетелся. Высокоинженерный труд. Расчерчивает, даже не думает. А теперь художественное выпиливание. Вот так вот наши великие предки утепляли дома. И мы продолжаем так же делать. Как мох заплакал под давлением. У нас все распустил. Да. У нас все распустил. Да. У нас все распустил. У нас все становится. Зарежая, ты нафига лапу-то подделаешь. Нарфига ты лапу-то делаешь? А мы ее по размеру выберем. Сейчас перехнул. Клинышка, да? Не надо туда еще его. Ну, по уровню надо сделать. Хотя бы угол-то держать. Я специально не колотил. Надо колотить-то наискосок. Вот на этом брусе, наряду. Устанавливается. Устанавливается. Тут садится, бдурый. Мьется бы только и все, а жвется. Вот она наружу все выдавила Как бы он краб, видите, надо здесь поднимать Вот эти персты не приколочены Надо раздвигать Послать как попал сюда Здесь составляемый краб И вот этот второй угол Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok